Дом Любови Сергеевны Барбарич находится на окраине города, однако это нисколько не мешает ему быть одной из местных архитектурных достопримечательностей. Большие белые стены, массивные деревянные вставки, мощеная каменная тропинка – вот только одна сложность. К сожалению, мужской руки, которая бы навела надлежащий порядок здесь, нет. Живет 86-летняя Любовь Барбарич вместе со своей дочерью Галиной, которая тоже теперь на пенсии. Многие работы по благоустройству в силу возраста и отсутствие возможностей женщины просто не могли выполнить самостоятельно. В этом на помощь к ним пришли сотрудники городского отдела МЧС. Это социальная категория граждан, они у нас на особом контроле. Мы проводим регулярно посещение таких домовладений, рассказываем, показываем, смотрим работу автономных пожарных извещателей. Если у них установлены, если не установлены, устанавливаем эти извещатели, смотрим печное отопление, если оно есть. Если есть какие-то проблемы, в том числе и житейского характера, конечно, мы информируем заинтересованных для оказания им помощи. Вместе со спасателями помочь двум женщинам приехали и волонтеры-школьники. Ребята активно включились в работу по благоустройству. Для некоторых бывает, что они специально уходят с уроков, чтобы просто прогуляться. А для меня добро – это самое главное в жизни. Помочь, например, даже помыть ту посуду, погребать те листья. Просто добро. В рамках акции такая комплексная помощь будет оказана и другим одиноко проживающим пенсионерам города. Кроме благоустройства территорий, уборки водостоков, сотрудники МЧС установили в доме Любови Барбарич пожарный извещатель. Теперь мама и дочь будут чувствовать себя в своем доме еще более уверенно. А за поддержку они благодарят инициативных и активных спасателей и волонтеров. Отлично. Я так еще не видела. Так быстро. Мы только зашли, и здесь этого не было. Ну сколько мы минут? 15, не больше. Да, их несколько человек, поэтому они свой инструмент у них. Они готовы к этой акции. Очень хорошо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербан, Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».